Здравствуйте! Это программа Перекрёсток. Меня зовут Евгений Макеевский. Имя Андрея Михайловича Погодина, главного врача городской больницы в Череповце. Те, кто раньше и не сталкивался с болезнями, теперь знают все, потому что этот человек вместе со своей командой первым вышел на борьбу с коронавирусом и в городе Череповце, и по всей Вологодской области. Андрею Михайловичу удалось мне заполучить сегодня на интервью. Добрый вечер, Андрей Михайлович. Добрый вечер, Евгений. Добрый вечер, уважаемые телезанители. Спасибо большое, что вы пришли. Как у вас сейчас дела в моногоспитале на сегодняшний день? На сегодняшний день, конечно, обстановка намного лучше, чем это было в ноябре, в декабре. Достаточно сказать, что осенью у нас было поступление 70-65 пациентов в сутки, то теперь оно сократилось до 10-20. Вместе с тем, сейчас у нас на 500 коек развернут моногоспиталь. На данный момент находится 290 человек. Это чуть больше половины, примерно на 65-68 процентов заполнил наш моногоспиталь. Однако тяжесть состояния пациентов оставляет желать лучшего. Да, они тяжелые поступают. Это связано прежде всего и с возрастом поступавших, и с сопутствующими их заболеваниями. У нас годовые отчеты были, мы проанализировали свою работу за этот год. И если в июне-майе средний возраст наших пациентов был 48 лет, то теперь он составляет 71-72 года. Да. Понятно, что эти люди в силу своего возраста имеют ряд сопутствующих заболеваний. Все это усугубляет течение такой коварной болезни, как коронавирус. Ну, вообще, вы помните, как все начиналось, когда вы узнали, что вам придется выступить фактически против болезни, которую никто не знает? Ну, этого сложно забыть. На самом деле, немножко я отступлю. Безусловно, мы в феврале, в начале марта видели по телевизору, что происходит в Италии, Европе, Америке. Мы начали готовиться, но мы не рассматривали себя, как, в общем, первый оплот борьбы с коронавирусом. Были названы другие учреждения. Поэтому вечером в пятницу, это было, по-моему, 26 марта или 27-е, ничего не предвещало беды. И был звонок из департамента, был приказ, по которому нам давали 2-3 дня на разворачивание моногоспиталя с возведением санпропускников, с, в общем, обучением персонала, как надевать, как снимать хизы. И я понимаю, что у меня 110 пациентов круглосуточно, палеотивное отделение, хирургическое, офтальмология, кардиология, пятницу вечер. Ну, как вы сказали, на то она и команда, чтобы по звонку все из дома приехали. Началась работа. И в течение суток, я повторяю, суток, все пациенты были перенаправлены в другие лечебные учреждения. Конечно, в соцсетях это не прошло без следа, да, то есть была критика, но я считаю наши действия обоснованными. И уже в субботу утром начат возведение санпропускников, начат сбор со всей округи средств индивидуальной защиты. Началось формирование бригад, так называемых, то есть первая бригада, вторая. И уже через три дня, 1 апреля, мы приняли первых пациентов. Ну, вообще, это сложная работа в плане того, чтобы переоборудовать. Мы говорим, мы, наверное, не представляем, это же не просто кровати переставить из одной палаты в другой палаты. Ну, конечно, сложно бы было без помощи это все сделать, но подключился, большое спасибо, это и мэру города, Вадиме Евгеньевичу Германову, это и председателю правительства области Кольцо, Антону Викторовичу. Любые наши прихоти были услышаны, то есть помощь оказалась не то, что незамедлительно, а молниеносно. Подрядчики тоже вошли в наше положение, возвели, то есть тем условием, что мы чуть попозже заплатим. Также началась подготовка к персоналу, то есть мы изучали рекомендации, по которым лечить. То есть мы понимали, что это какая-то неизученная, поэтому доктора, реаниматологи, пульмонологи изучали литературу, с чего стартовать, какие способы лечения есть и, конечно, уже планировали, что нам надо дополнительно закупить, чтобы быть во всеоружии. Ну, как вы думаете, почему именно к вам пришли, почему к вам обратились, вас назначили? Именно нашу больницу? Да, в вашу больницу, да. Ну, во-первых, у нас практически имеются все профиля, по которым, то есть ведь больной с коронавирусом может прийти с хирургической патологией, с болезнью сердца, с неврологической патологией. Все эти отделения у нас имеются в наличии, как и специалисты. Кроме того, если кто помнит, был такой птичий грипп, помните, и именно у нас было большое, на нашей базе было большое пульмонологическое отделение, круглосуточно, именно вот у нас лечились все эти пациенты со свиным, с птичьим гриппом, поэтому какое-то мы накопили опыт в лечении вот этих вирусов, тяжелых гриппов, ну, поэтому, наверное, ну и хороший, большой, слаженный коллектив, больница, в общем, оснащена для лечения, в общем, наверное, так. Ну, несмотря на богатую базу знаний, все равно же приходилось эту болезнь изучать, смотреть, как она себя проявляет, как она проявляет с сопутствующими заболеваниями, вы опять-таки говорите. Кто-то вот удивлял своей динамикой, какие-то больные? Ну, безусловно, за 8 месяцев, то, что мы работаем, мы уже руководствуемся 9-й версией, 9.2, то есть версией, как лечить, то есть там написаны этиологии, патогенезы, лечения. Конечно, удивляли, но это связано, наверное, то, что вот особенно это было лето-весна, молодой человек из Вологды, 48 дней у нас лежал, 30 дней на ИВЛ, пошел на поправку, и вот та история, которую она делала в шуму, тоже с молодой девушкой из Вологды, когда начался так называемый, да, цитокиновый шторм, мы сделали чистку крови, и буквально на глазах, я присутствовал в этот момент, она пошла на поправку, и через несколько дней выписалась, хотя была в тяжелейшем состоянии. Конечно, хватало всяких ситуаций и чудес, и не без помощи наших докторов, конечно. Ну, как вообще коллектив перенес вот именно, ну, и такую новость, и такую работу, которая свалилась в шутки? В последние дни, конечно, все думали, что это на два месяца, и мы в июле уже вернемся к обычной плановой работе. Поэтому все поняли, как бы думали, ну, два месяца, ничего, вытерпим, даже кому-то интересно это. В общем, но к лету мы понимаем, что мы уходим в осень, в общем, ну, там потяжелее стало, ну, и осенью мы понимаем, что это на неопределенный срок. Ну, к тому времени уже вот этот экстрим, эта необычность в работе, уже перешла в такую плановую, знаете, рутинную работу. Заходим в санпропускник, и там уже люди в автоматическом режиме, в привычными движениями надевают средства индивидуальной защиты, то есть каждое движение отработано, повторено не одну, там, сотню тысячу раз. Работа стала привычной, работа стала рутинной, но только к таким, ни в коей мере не к пациентам. К пациентам по-прежнему мы получаем много благодарности, и поэтому большое спасибо коллективу, прежде всего санитаркам, медсестрам, которые вот с такой душой и теплотой относятся ко всем пациентам. Спасибо им. Ну, а родные, близкие, ваши, ваших сотрудников, вы же фактически приходите и уходите, приходите в красную зону, опасную зону, возвращаетесь за них. Как они к этому относились? Ну, да, к сожалению, ввиду этой ситуации я как бы ограничил общение со своей мамой, она уже в возрасте, тоже заболевания имеет, поэтому только телефонные разговоры. Ну, а жена все понимает, она молодая, в общем, не боится заболеть, что, в принципе, потом и произошло, мы успешно переболели, и это плюс в том, что я начал ходить, видеться с мамой, то есть, ну, нормально было. Не то, что как прокаженный, что отойти от меня, ты из... Нет, да, да, помните, вот еще в мае-июне какие-то такие вот пациенты жаловались, что они приходят после моногоспиталя в свои подъезды, и там чуть ли там не этот... Были такие, особенно в районах. Да, это да, но эти медики, они же знают, что да, ты вот тут ходишь на работу туда, и вот ты там принесешь нам заразу. Ну, надо сказать, что за время вахтового метода у нас всего несколько было заражения, поэтому, в принципе, я думаю, что индивидуальные средства защиты нас защищали, ну, и то есть, и правильно использовались. Что у вас есть в базе вот этих средств индивидуальной защиты, насколько они вот вам помогают, и вот вы сказали, что уже на автомате, сколько нужно для того, чтобы переодеться? Ну, конечно, когда я первый раз зашел в красную, начал переодеваться, потребовалось много. Сначала меня проинструктировали, потом я постоянно смотрел на шпаргалку, которая висит, что, зачем, надо это. Опытные коллеги мне давали советы, то есть, как намазать очки специальным составом, чтобы они не запотевали, как лучше вот это, где лучше перевязать, чтобы не отошло. То есть, там нюансов много, и каждая, как вот, с какой ноги надо. Ну, это все, много нюансов. Конечно, помогали. А сейчас уже, как бы, ну, в течение трех-четырех минут можно все одеться. Да, и первый, конечно, раз, когда надел респиратор такой плотный, была такая кратковременная паническая атака. Воздуха категорически не хватало, особенно при подъеме на лестницу. Ну, сейчас, как бы, такого даже не задумываю. Ну, это еще и по правилам раздеться там надо тоже. Да, 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 конечно. Потому что, когда ты ходишь в смену 12 часов, либо сутки, безусловно, да, в определенной последовательности раздеться, после каждого этапа обработать руки, перчатки, снять одни перчатки, снять сись, потом в конце вторые перчатки. То есть это целая наука. Но потом, когда все это много раз, много раз повторяешь, поэтому, ну, до автоматизма доводится. Вы не как врач, не только как врач, но и как руководитель медицинского учреждения. Как считаете, вот эта ситуация, которую вы пережили, и сейчас переживаем до сих пор, как-то она скажется на системе здравоохранения, какие-то изменения? Ну, я надеюсь, по крайней мере, вот большой плюс на то, что мы надеемся, это вот вакцинация, которая стартовала недавно. Мы, в числе прочих, начали эту вакцинацию. То есть это прорыв в инфекционных каких-то достижениях. Да, это и вот вирусология тоже. Я думаю, что, конечно, опыт мы приобретем большой, это и мобилизационные наши ресурсы, я думаю. Плюс, благодаря этому, федеральными субсидиями, местными субсидиями наша больница приобрела, ну, все, все, что можно было, всю аппаратуру, всю необходимую на уровне федерального центра. Поэтому для нас в плане материальном обеспечения – это большой плюс. Наконец-то у нас за столько лет появился КТ, а не один, а даже два. То есть на данный момент у нас два КТ. Любая следящая аппаратура, УЗИ, эндоскопические любые стойки. Поэтому, в принципе, как говорят, не было бы счастья, но несчастье помогло. Вот сейчас вы вспомнили про вакцинацию, сейчас очень модно и так в тренде разговаривать о том, вакцинироваться или не вакцинироваться. Судя по всему, грипп нас уже как-то так вот стороной обходит, ну, что, в феврале уже. Стоит ли вакцинироваться, нужно ли вакцинироваться? Вы как доктор, как человек, который видел вот этих ковидных больных, как человек сам переболевший. Да, ну, если отбросить вот эти, как говорят, противопоказания, да, и если принимать решение вакцинироваться или не вакцинироваться, то, конечно, как я уже сказал, если возраст, да, после уже 50-ти, есть или моложе, есть сопутствующие заболевания, или ты боишься заразить, да, своих близких, конечно, нужно вакцинироваться. Тем более наша вакцина, недавно вышла статья в очень авторитетном журнале Lancet, где показано, что ее эффективность 95%, а уровень побочных эффектов 0,28%. Эти побочные эффекты – это гриппоподозные, ну, симптомы гриппа, возможно, кратковременные подъемы температуры и какие-то боли в месте инъекции. Я думаю, это стоит того, сейчас уже третью вакцину входит в обиход, поэтому, я думаю, пользы больше будет. А нам с вами, как переболевшим, совершенно недавно надо идти на прививку? На данный момент мы переболели с вами недавно, и титры антител наших позволяют, по крайней мере, как говорят, полгода быть в относительной безопасности. Но я думаю, в мае-июне нам с вами тоже надо подумать. Пополните антитела. Потому что, да, антитела будут уменьшаться, к сожалению. Ну, кто-то говорит полгода, кто-то восемь. То есть, иммунитет от гриппа ведь тоже год. Мы ежегодно делаем прививку от гриппа. Коронавирус не сильно в этом отличается. Сейчас восстанавливается ли плановая помощь в вашем медицинском учреждении? Ну, мы также остались в моногоспитале. Все наше здание занято под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Мы начали дневной стационар, но это в других зданиях. Это на Победы 169. Это в здании двухэтажном на Ломоносово 15 и в районе. Пока мы работаем в прежнем режиме. Что касается других учреждений, это областная больница, это медицинская часть. Они, да, они уже начали плановую помощь. Есть ли такая положительная динамика по снижению заболевающих, по увеличению количества выздоровевших будет продолжаться? Что дальше? Какие прогнозы у вас? Есть две математические модели выстроены. Они зависят от общего числа вакцинируемых и плюс переболевших. И мы можем понимать, какой процент общего иммунитета будет. Поэтому, если мы плевьем по плану 60% в Алакжан, пандемия сойдет уже, ну вот на нет, по нашим прогнозам в конце июля. Если же, ну то есть она постоянно меняется, мы смотрим, сколько мы привитых, и поэтому мы можем прогнозировать. То есть это не панацея, я не говорю, что вот это может быть и сместиться сроки и в ту сторону, и в ту. Но мы надеемся, что к концу лета уже будет, конечно, не будут эти больные, но не в таком количестве. И тогда вы вернетесь в городской больнице, вернется к нормальному. Андрей Погоник, главный врач городской череповецкой больницы, был у нас сегодня в гостях. Спасибо большое, Андрей Михайлович. Вам здоровья. Вам спасибо, что позволили мне. Приходите еще. Тем более вы так оптимистично назвали, что летом готовы распрощаться с пандемией. Но не точно. Я же с вами сейчас встречусь в программе «Новости». Это была программа «Перекресток». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова